задавая поверхность с помощью линии уровня мы можем задавать высоту но нам иногда хочется еще показать как быстро изменяется высота то есть градиент показать вот этот градиент мы можем показать с помощью векторного поля давайте нарисуем график векторного поля для этого естественно мы линии уровня сделаем и дополнение к линии уровня график векторного поля линии уровня тут совершенно не являются обязательными можно принципе и без них обойтись и так вот у нас мы задали переменные задали функцию и давайте мы вот так вот вот эту вот функцию вот изобразим ну вот видим что она как седло до седловая точка ну и мы можем построить вот вот таком вот виде линии уровня вот этот минимум у нас тут получается да теперь давайте построим у нас значит это у нас будет градиент ну действительно тут мы производную собственно взяли производная функция вручную придется брать конечно можно использовать пакеты для взятия производных для автоматических производных но пока это нам не нужно итак по x частная производная 3x квадрат минус 3 да а по y 2y значит 25 я тут поставил для чего если мы в принципе у нас конечно для размерности для градиента и размерности для самой функции совпадать то не обязаны разные размерности а если мы оставим тут просто вот эту производную у нас стрелочки градиентные будут настолько большие что просто невозможно будет понять как они направлены поэтому я их вручную уменьшил чтобы график просто лучше выглядел ну и строим график естественно мы можем строить с помощью плот и задать line type кивер значит вот у нас такой график да действительно видно как у нас что вы тут минимум вот тут у нас седло как движется вот так вот значит и для того чтобы график то был получше давайте мы его сделаем вот так подожмем вот до двух убрали ну и вот мы получили такой вот вот график векторного поля